Из-за коронавирусных ограничений под большим вопросом оказались новогодние корпоративы. Согласно новым правилам, все должны разойтись до 11 часов вечера. Кроме того, запрещено проводить массовые мероприятия с численностью больше 50 человек. Какие решения находят организаторы праздников, выясняла Татьяна Репина. Коронавирус не первый раз нарушает все наши планы. Сегодня хабаровчане переживают за новогоднюю ночь. Местные кафе готовы проводить корпоративы, но только до 11 вечера. Мы решили узнать у организаторов праздников, как отмечать Новый год в пандемию. Дмитрий Колбин, профессиональный ведущий праздников, говорит, что кризис в сфере развлечений случается регулярно. И как минимум морально его коллеги по цеху готовы к потрясениям. Были скачки доллара, например, от 30 раз, и все люди поняли, что отменилось куча мероприятий, упали бюджеты. Пока по наблюдениям организаторов ситуация не критична. Люди устали от пандемии и хотят праздника. Вместо традиционных ресторанов клиентам подыскивают запасные варианты. Снять коттедж, частную галерею или фотостудию. Заготовленные сценарии корпоративов онлайн. Ведущий и сидит мой оператор. Он же диджей там и кто угодно и все остальное. То есть он регулирует окна. Все, я говорю, давайте там слово директор высвечивается, окно директора увеличивается. Директор говорит, ребята, мы строили, наконец построили. Все, мы уменьшаем, давайте там выпьем шампусик и все чокаются с экранами. Все кафе и рестораны сейчас находятся в подвешенном состоянии. Управляющие надеются, что для нового года власти и Роспотребнадзор все-таки сделают исключение и разрешат веселиться до полуночи. Пока же предлагают облегченный вариант. Мы работали до 12 часов ночи. На данный момент мы работаем до 11. Если начать корпоратив за час раньше, я думаю, что в принципе мы уложимся в то же время, если бы кафе работало до 12. Главное настроение, главное хорошая программа, вкусная еда. Чтобы не оказаться в убытке, некоторые предприятия готовы рискнуть. Под видом клиентов журналисты позвонили в 10 разных заведений Хабаровска. В половине из них администраторы выразили готовность принять большую кампанию после полуночи. Будут ли приняты какие-либо кардинальные решения по поводу празднования нового года, станет известно на ближайшем оперативном штабе по COVID-19.